Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Сегодня я вам хотела рассказать о связи между зрителями и владельцем канала. Вы знаете, мне эта мысль пришла в голову вчера и сегодня. И она настолько плотно засела в моей голове, когда владелец канала вчитает всякие комментарии в свой адрес. Какие-то ему нравятся, какие-то нет. Потом он начинает плакать от того, что его задолбали отрицательные комментарии. Потом он начинает жаловаться на то, что его одолели хейтеры. Со своей стороны я хочу сказать, что хейтеров у меня на канале не очень много. Но в таких комментариях, которые, знаете, прям вот так вот вдолбят по башке, это такой, такой. В основном это такая критика, не всегда ее, конечно, приятно читать. Она касается, например, внешнего вида, она касается каких-то моих действий. И все время чаще всего подвергается критике мои кулинарные изыски. Честное слово, я сначала не понимала, почему так, чего люди меня постоянно шпыняют, что я то делаю не так, это делаю не так. Я же показываю так, как готовлю в деревне, так, как это происходит на самом деле. И когда я начинала это делать, я не смотрела никакие кулинарные видео, ну, я как бы не считала их нужным для того, чтобы не потрясать. Ну, готовлю, готовлю, у меня как бы сельский канал. Вот, а здесь совсем не обязательно вот это все гламурное видео, там такие размалеванные симпатичные ведущие, потому что сельские жители, они такие попроще, вроде бы показывают все так, как есть. В то же время не глядя на то, что мы вроде показываем все так, как есть на самом деле. Читать такие комментарии, где нас тыкают носом в то, что мы что-то делаем неправильно, естественно, никому не приятно. И вы знаете, на втором году введения канала, вернее, скоро уже будет два года, я поняла, что на меня это очень сильно повлияло. Я начала читать кулинарную литературу. Но в то же время я прекрасно поняла, что все кулинарные видео, естественно, смотрятся красивее, тогда, когда картинка красивая, красивая посуда, ну и все. И все же я стараюсь анализировать вот эти кулинарные видео. Я сделала вывод, что все же самое главное – это свет и подача, так сказать, материала. Нужно, чтобы картинка смотрелась красиво, обязательно. Она будет смотреться красиво только в том случае, если у нее будет правильное освещение, если все это будет сделано в симпатичной, красивой посуде, потому что неправильное освещение может испортить самое красивое блюдо. Да, и я забыла сказать, что очень важна хорошая камера. Всякие влоги, такой, как сейчас, вполне возможно снимать вот на такую камеру и с таким освещением, как стоит у меня по бокам. У меня здесь стоят два софтбокса, вот здесь горит лампа. И все же темноват. Смотрите, углы не освещены. Если я сюда поставлю продукты, например, вот здесь лимон и грибчага лежит, им недостаточно освещения. Здесь должно быть освещение еще сверху. Еще раз говорю, должна быть хорошая камера. Но это я опять съехала в сторону. Я к чему говорю? Я все это стала изучать после того, как начиталась в комментариях о том, что мои кулинарные видео никуда не годятся. А так как у меня характер достаточно, ну не то, что вредноватый, как бы это сказать правильно, я просто не люблю плестись в последних рядах, где-то там в замыкающих, в рейгарде. И я прекрасно понимаю, что люди пишут не просто так. И для того, чтобы переломить их мнение, нужно что-то делать с собой. Это к вопросу о том, что зрители меня научили подавать свои некоторые видео по-другому. Вы знаете, что еще? Еще когда я говорила о двусторонней связи, я знаете, что имела в виду? Вчера я выпустила видео о том, что посадить мне на участок. Начитала с комментариев, и я сделаю ровно то, что советуют мне зрители. Раньше я на этот цветок вообще не обращала внимания. Я вообще помню его, знаете, в таком каком-то диком виде, в розовеньком. У нас вот растет кое-где по полям. Я как-то вообще, ну не воспринимала его никак, можно сказать. После того, как один зритель, второй, третий, пятый, десятый написал мне про лаватеру, я поняла, что люди пишут не просто так. И я нашла картинки, нашла фотографии, как смотрится этот цветок на клумбе, и мне понравилось. Естественно, я сделаю так, как советуют мне зрители. Кроме того, те же самые зрители многому меня научили. Я всегда читаю комментарии. Некоторые, конечно, мне не нравятся. Я, бывает, огрызаюсь. У нас на канале, на самом деле, сильна обратная связь. Благодаря тому, что зрители пишут комментарии, я много чему научилась. О чем раньше, например, и не думала. Это касается, кстати, моего внешнего вида. Я сейчас, когда открываю свои ранние видео, я замечаю, что да, я тогда, на самом деле, снимала так, как есть. Захотелось мне снять, втемяшилась мне мысль в голову, что надо снять. Я включала телефон и начала снимать. Я и сейчас, в принципе, часто так делаю, но сейчас я все-таки немножко стараюсь ретушировать, для того, чтобы чуть-чуть лучше выглядеть в кадре. Но не до такой степени, чтобы меня не узнавали на улице. Я поняла, что те видео, которые останутся на YouTube надолго, а именно такие видео, которые могут считаться обучающими, не влоговыми, например, видео про сыр, про приготовление пищи, там просто нужно выглядеть так более-менее прилично, и нельзя снимать так, как есть на самом деле. Нужно пойти там подкрасться, причесаться. Я для этой цели даже прикупила себе всякий контуринг. Здесь затемнить, здесь иногда высветлить. Хоть я особо этим не злоупотребляю, не считаю нужным, но иногда я это делаю, тем более, когда в последнее время я делаю рекламные всякие видео. Я поняла, что люди хотят видеть в кадре более-менее приличную ведущую. И мне даже страшно становится. Я не знаю, куда меня эта обратная связь дальше заведет, потому что меня в последнее время стало интересовать здоровое питание. Натуральное питание, понятно, что оно у нас в деревне натуральное, и мы на это не жалуемся, мы на самом деле едим натуральные продукты, и питание у нас хорошее. Вот вы знаете, кстати, кто часто смотрит мой канал, вы обратите внимание, вот опять вот этот свист за окном. Это работает болгарка, у нас постоянно чего-то делается. По-моему, очень часто, когда я вот что-нибудь затеюсь, то болгарка пилит, то что-нибудь работает, то кто-то орет, то кто-то мычит, то кто-то кукарекает. Это вот прелести деревенской жизни. Вик, уйди. Так играй, играй. Нет, мне это не мешает. Даже хорошо, что ты будешь играть. Играем. Еще, что касается канала и обратной связи, я понимаю, что вам скучно смотреть одну и ту же картинку, когда я сижу вот так статичный, что-то там вам пытаюсь рассказать. Я сейчас про другое расскажу. Я сегодня получила посылку с сырного сайта, а я не буду называть его. Знаете почему? Потому что на YouTube есть такой закон. Возможно, он нигде не писан, но это так и есть на самом деле. Когда показываешь какие-то товары, которые ты получил, естественно, зрители хотят знать, где ты это купил. Ты рассказываешь про то, где ты это купил. Тем самым делая этому интернет-магазину либо сайту выручку. А так как сайт не хочет идти навстречу блогеру и не делает ему никакие скидки за то, что он будет распространять информацию о нем, то я этого делать и не буду. Но, тем не менее, если вы хотите знать, где я все это приобрела, пишите мне ВКонтакте. Конечно, я вам дам ссылку. Я вам хочу показать такие штуки классные. Смотрите, в этот раз я выписала. Я все это купила за деньги. Мне обошлось это в 5 тысяч. В общем так, я купила вот две формы для камамбера. Я собираюсь делать сыр из плесени. Уже говорила, что никогда этого не делала, но собираюсь. Вы знаете, формы вот эти хорошие. Они достаточно плотные. Обязательно, если вы собираетесь делать сыр и начинаете на сырном сайте выбирать какие-то формы для себя, обязательно смотрите, чтобы форма была с крышкой. Для чего это? Если у вас сыр не самый прессующий, не самый прессующийся, вам придется его прессовать. Сюда вот ставится гнет. И подобрать какую-то вот сюда блюдечко, либо ее из чего-то вытачивать, это очень неудобно. Берите сразу форму с крышкой. Смотрите, чтобы форма была вот из такой конкретной, такой твердой пластмассы. Потому что формы для самопрессующихся сыров, они и есть формы для самопрессующихся сыров. Когда вы начинаете прессовать, эти формочки выламываются, потому что пластмасс там очень тонкий. Я сейчас покажу. Ну вот, например, форму, видите, вот такого типа, она вот даже гнется под руками. То есть, если вы начнете ее прессовать, вот эти вот все штуки просто-напросто поломаются. Вот, и если вы, еще раз говорю, собираетесь делать сыр, берите форму, чтобы они были капитальными. Кстати говоря, вот эта крышка, она подходит не только для вот этой высокой формы, но и для такой вот маленькой. Вот, это я взяла для того, чтобы делать сыр с плесенью. Кстати, вы думаете, зря я затеяла тему про то, что сильна очень обратная связь. Я как-то по весне делала видео о домашних колбасках и купила эти колбаски в Мироторге. Вы знаете, сколько я гребла за эти свои колбаски, когда мне стали писать, что когда люди зашли на видео для того, чтобы посмотреть, ой, я собрала тумаков очень много. Какое-то время походила-пходила и решила, что если как только мне попадутся вот такие оболочки для этих колбасок, то я их обязательно куплю. И когда я заказывала вот сырные всякие принадлежности, оказалось, что на том же самом сайте продаются кишки. Мы когда режем животных, вы знаете, я могу, конечно, оставить кишки и сделать из них эту оболочку. Мне неохота возиться, потому что с кишками там на самом деле возни много. Я это знаю, как-то я этим занималась, может быть, один или два раза в жизни. И колбасу я делала не больше трех раз в жизни, честно вам скажу. И это было очень давно. И вот я в этот раз купила натуральную оболочку для колбас, а там, я не пойму, а почему я не купила искусственную? Я почему-то была уверена, что я заказала искусственную оболочку для колбас. Это будут такие тоненькие колбаски, 24 мм. Ну, вот такие, в общем, сосисочные. Вот, и я собираюсь порадовать вас и себя рецептом домашних колбасок. Что еще я там взяла? Я там купила вот такие дренажные коврики для сыра. Вот, смотрите. Купил я рулончик, буду резать так, как мне нужно. Вообще, вы знаете, я храню сыр не на дренажных ковриках, а купила такие специальные плашки, поехала и купила. Вот они у меня лежат в контейнерах на таких плашках деревянных. Ну, мне нравится. Купила вот такую бумагу для того, чтобы упаковывать сыры с плесенью. Вы знаете, в принципе, вот это и вот эта вещь для сыродели, вот я считаю, что не такая уж необходима, потому что еще раз говорю, коврики, оно, конечно, хорошо вот так, на светлом фоне. Но вполне можно обойтись деревянными брусками. А вот в бумаге тоже ничего особенного нет. Я не понимаю, почему я должна покупать ее на сыродельном сайте. Хоть там-то дороже все это стоит. На сыродельном сайте это стоит дороже. Вполне, мне кажется, можно вот такой пергаментной бумаги в любом другом магазине купить. Ну, это так, просто к слову. Дело в том, что когда собиралась посылка, там вместо скидки любому желающему, в общем-то, какие-то подарки есть, вот я выбрала вот эти подарочки. Еще я купила закваски, лежат у меня в морозилке, я их доставать не буду. Я купила мезофильную закваску для того, чтобы делать свежие сыры. И специально я хоть делаю выдержанные сыры, мне нравятся именно термофильные закваски. Объясню, почему. Потому что с термофильными заквасками молоко нагревается, сырная масса нагревается до более высокой температуры, и она лучше обезвоживается. Ну, это вот как по мне. А с мезофильными заквасками ее нужно очень долго мешать, вот эту сырную массу, для того, чтобы вот это зерно отдало воду. Хорошо, что у меня есть сыроварня Тримасова. Господин Тримасов, кстати, вам тоже оставлю ссылки на сыроварню. Вот здесь стоит вот за шторкой сзади у меня автоматическая сыроварня. Да, и я сразу выполняю обещание. Меня просили рассказать о сыроварне Тримасова, которая простая, дешевая. Но вы знаете, когда я выбирала там товар, я сразу на нее обратила внимание. Почему? Потому что, во-первых, она дешево стоит. Вот она. Ну как дешево? Сравнительно дешево. Она стоит там около 9 тысяч, по-моему. Вот. Что она из себя представляет? Смотрите, вот кастрюля сюда заливается в вода. Это нижняя кастрюля. Точно такая же верхняя кастрюля. Здесь вот такая штука. Вот сюда одевается мешалка. Это самая главная вещь сыроварни. Что я хочу сказать? Вот эти сыроварни классная штука. Знаете почему? Потому что, во-первых, они хорошо держат температуру. Вот эта сыроварня, еще раз говорю, нагревается на газу, либо на электрической плите. Сюда заливается около литра воды. Вставляется сверху кастрюля с молоком. Здесь все заливается молоко, потом заливается пипсин, там закваски по желанию. И вот это, когда кастрюля вот сюда вставляется, вот эта вода, которая в нижней сыроварне, она как бы распределяется вот здесь тонким слоем между стенок. И когда нагревается вода внизу, она начинает нагревать молоко. А везде в сыроделье написано, что это хорошо, когда молоко нагревается не напрямую от газа, а как бы нагревается водой, потому что там не меняется его состав. Вот. И вот эта сыроварня в таком состоянии, когда она набрала определенную температуру, она держит несколько часов. Когда я заквашивала в ней молоко, то температура почти не менялась, она снижалась только на 1-2 градуса за 4-5 часов. А этого времени хватает для того, чтобы заквасить все, что угодно. И кроме того, вот сюда одевается мешалка. Вот такая мешалочка, смотрите, вот она идет у них как опция. Кто соберется заказывать вот такие сыроварни, обязательно ее берите, потому что она будет мешать за вас. А в сыроделии, когда делаешь сыр, самое нудное, вот по мне, так это мешать. И вот здесь есть такой выключатель, его включаешь, это включается в розетку, это все стоит на газу, она мешает, 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 мешает. Вот. И наше дело только следить за тем, за временем, сколько она будет месить, когда это нужно будет достать, следить за готовностью зерна. Но это вот я вот к слову про сыроварню Тремаса. Вот. И я купила, еще раз говорю, закваску мизофильную для того, чтобы делать свежие сыры. Я купила термофильную закваску, потому что у меня она заканчивается для того, чтобы делать сыры с выдержкой. И я купила сразу три плесени для того, чтобы делать сыр с плесенью. Кстати, вот для этих сыров я купила вот эти формы камамбер. Я могла бы снимать видео так, как начала это делать с самого начала. И при съемке, и при монтаже, кстати говоря, музыку. Да, кстати, насчет музыки. Опять же, почти в каждое свое видео я стала добавлять музыку, опять же, прочитав несколько комментариев зрителей, когда они мне написали, почему я так редко использую музыку в своих видео. Потом, кстати, я начала добавлять классическую музыку. Опять же, после какого-то комментария, когда мне сказали, вот бы хорошо, чтобы ты иллюстрировала свое видео музыкой какой-то классической. И я помню, нашла то ли из Щелкунчика, то ли из Лебединого озера. Вы знаете, на самом деле, найти музыку для иллюстрации своих видео не так-то просто. У YouTube есть, конечно, банк музыки, но она не всегда устраивает. Вот. А можно брать каверы известных произведений, но вот эти каверы, каверы, то есть, когда известные произведения играют какие-то другие музыканты, вот, и их исполнение не попадает под авторское право. И очень часто вот эти каверы грешат непрофессионализмом. Очень тяжело. Не то, что тяжело. Ну, довольно проблемно найти нормального исполнителя, который хорошо исполняет какую-то музыку. И вот еще раз говорю, поиски вот этой музыки, в принципе, занимают довольно много времени. Ну, я вообще про музыку заговорила потому, что, еще раз говорю, мне вот зрители написали, что они хотят, чтобы... Мне написали, что они хотят, чтобы в видео она была. И со временем уже начинаешь понимать вот эти законы восприятия, знаешь, что если ты скажешь это, то ты получишь такую реакцию, если ты сделаешь это, то ты получишь другую реакцию. Знаешь, когда можно спровоцировать аудиторию. Но я лично этим пользуюсь. Можно сказать, вообще никогда не пользуюсь. Хотя я это уже поняла. Это вот все приходит как бы со временем, с опытом. Это уже нигде не учат. Это все постигаешь на своих ошибках. Но вообще всем зрителям, конечно, большое спасибо за обратную связь, потому что это на самом деле очень интересно. Я вот когда утром встаю, я первым делом захожу на YouTube, смотрю, кто что написал, смотрю, кто что посмотрел. Это на самом деле очень интересно. Вот и всем пока свое видео про обратную связь наверное можно считать законченным. Надеюсь, я вам не наговорил ничего лишнего. А если даже наговорил, то это всегда можно вырезать.